всем привет ребятки с вами снова андрей уши в огне сегодня у нас очень жесткий выпуск мы поговорим с вами про новый альбом таких крутых калифорнийских пацанов как мэйлс который получил крайне крутое для метальной записи название его у него на вас мэйлс это пауэр вален грайн корт трио из калифорнии появились они в 2009 году и you will never be one of us становится третьим полноформатным альбомом команды у пацанов однозначно есть свой почерк есть своя подача материала есть вот это вот сам скина звука и подростковая агрессия которая постоянно звучит таким образом что вот прям ты чувствуешь что ее сыграли мужики в возрасте им всем то наверное за трицаху но играют они просто супер бодро супер эмоционально и супер агрессивно такое чувство что в мэйлс воплотилась вот это самое первооргодное первобытное зло я честно скажу подобного подхода к музыке подобного подхода к настроению я не слышал очень давно сам альбом состоит из 10 композиций но первые девять композиций сумме составляют 13 минут данной записи что вполне нормально для power violence и играй корр альбома но десятый трек который называется day come crawling back длится целых восемь минут это эдако сладж грайн корр импровизация которые ребята просто гоняют тебя в землю но обо всем по порядку первые 13 минут это просто бескомпромиссная злая энергия я вот это все как ты можешь это описать вот все последний же трек звучит таким образом что первые 13 минут данного альбома ты как будто продираешься сквозь дебри ада ты разрываешь этих демонов вы знаете к чему я это сейчас отсылочку делаю ты прорываешься крушишь все на своем пути в конце концов оказываешься перед люцифером и он восемь минут втаптывает тебя в землю потому что ну ты смертный ты умрешь ли ты не имел права соревноваться и пытаться бросить ему вызов хоть как-то вот у меня эта запись вызывает именно такие эмоции основной посыл нэйлс всегда было крайне мизантропичным он отрицает человека как сущность как и личность нэйлс считают человека либо я не знаю маньяхом-насильником либо просто биомассой и в этом в принципе есть какой-то смысл практически вся грандкор и power violence музыка построена на примерно таких концепциях просто нэйлс ее выразили очень четко они действительно обозначили все существование данной музыки вот-вот в своих трех альбомах честь и мы хвала за это угадайте кто занимался звуком на данном альбоме давно не упоминали курта белло правда но это и не удивительно белло работает с очень широким спектром команды и нэйлс очень удачно в него вписались весной в этом году чуть ранее я делал ролик про последний альбом макрутер грайн они играют примерно то же самое что нэйлс немного с другим подходом и другим саундом и мне было крайне интересно каким образом все-таки белло дифференцирует звуки обеих команд потому что они довольно близки друг между другом и он сделал это очень просто если у макрутер грайн звук получился супер кристальным чистым и идеально выверен но в то же время крайне качающим то у нэйлс звук безумно грязный он шумит он атакует тебя прямо в твою злое баллы и ты чувствуешь вот ты чувствуешь всю эту стену и ты понимаешь что это все напускной что шума действительно слишком много но белло умудрился его сделать таким образом что или услышишь любой инструмент блин у многих даже чистая запись не получается таким образом чтобы люди слышали а а вот тут у нас крипка тут у нас гитара а белло даже с грязным звуком умудряется это сделать воистину волшебник все эти аспекты вместе превращают данную запись очень густое варево по-настоящему очень быстротечное очень агрессивное злое варево блин это у меня проблемы с метафорами но я не могу сказать по-другому я это очень эмоциональный альбом который реально прет он развивает тебе и первый раз когда я его слушал я слушал просто целиком на одном дыхании он проглатывается прослушивается идеально заходит в тебя моментально и девять ушей из десяти вот на самом деле не отрывая от души очень круто рекомендую особенно если вы любите металла особенно если вы любите экстремальный металл ну и немножко грустного послесловия после уже окончания обзора незадолго после выхода записи в свет ребята отменяют свой тур и объявляют о бессрочном отпуске что случилось а дьявол его знает никаких разъяснений никто не дает я в такой группе мне кажется разъяснение ждать бесполезно и бессмысленно но черт возьми вот именно после вот этой записи вот и но после и у него не выбила на вас становится чертовски жалко и непонятно что же такое могло произойти в стане группы что они на такой ноте ходят в отпуск не знаю я искренне надеюсь что они вернутся в строй будут сбашить еще сильнее еще кровавее еще бодрее ну а пока довольствуемся тем что есть ну что друзья что вы думаете про данный альбом nail слушали понравилось что понравилось ответы как обычно в комментарии обсудим с вами вместе тем более мне кажется тут есть что обсудить по традиции пальцы вверх подписывайтесь на мой новый старый канал если вы еще не в курсе подписывайтесь на мой инстаграм там скоро будут мини-ревью ссылка в описании все с вами был андрей уши в огне до встречи в следующих видео пока пока